Всем привет, с вами канал CryptoLords. Сегодня мы рассмотрим интересный проект под названием RUranet, который проводит ICO, собрал уже более 26 миллионов долларов, то есть примерно половина хардкапа, что на текущем рынке, я бы сказал, даже очень и очень неплохо. Что ж, приступим. RUranet является азартной платформой, которая позволяет игрокам полностью управлять игрой. Он представляет платформу, где игрок будет принимать, контролировать, а также получать прибыль, поступающую от игры. Платформа создана так, что можно продавать ее другим операторам. Это, в свою очередь, позволит команде в короткие сроки распространить концепцию по всему миру и сделать ее отраслевым стандартом. Также платформа имеет открытый API, Application Programming Interface. Это позволит добавлять игры, созданные сторонними разработчиками. Таким образом, библиотека игр на платформе может постоянно пополняться и расширяться с минимальными затратами времени и средств. Как же работает игровая платформа RUranet Blockchain? Проект основан на децентрализованной технологии блокчейн. Смарт-контракты RUran представляют, что абсолютно все токены будут выпущены до продаж, а дополнительного выпуска не будет. Держатели токенов также имеют право на участие в джекпотах. Проект также привлек самых лучших финансовых юристов, которые помогут с урегулированием в правовом поле. Токен RUran используется в системе в роли служебного токена. Также это гарантирует его более быстрые продажи на биржах после ICO. Стоит отметить, что токены на платформе будут не только не выпускаться дополнительно, но ибо наоборот, постоянно их количество будет уменьшаться. Это из-за того, что токены используются в роли транзакции в платформе. Или, проще говоря, они выводятся из обращения. Однако говорить о том, что эта платформа рассчитана на маленькое количество времени, не приходится. Платформа будет все больше интересовать людей, когда будет больше казино, которые будут внедрять эту систему. Это означает геометрический рост игроков в системе. Говоря о безопасности, стоит отметить, что она, несомненно, есть. Многие эксперты в области безопасности системы блокчейн высказали свое мнение о том, что уровень безопасности высок. Такой уровень безопасности был ожидаем в связи с большим опытом команды. Что же касается различных фишек, то игрок может сделать право на аренду, может повезти игру и получать прибыль, собранную за время аренды. Может продать право аренды другим игрокам. Он может использовать это право в качестве ставки или боина в некоторых играх. Также можно будет создавать приватные игры, где можно будет играть с своими друзьями и знакомыми. Что касается ранга, то игрок может продать свой ранг другому игроку по фиксированной цене, аукциону или лотереи. Может использовать свой ранг в качестве ставки или боина в некоторых играх. Также будут присутствовать джекпоты. 70% от всех токенов юран, собираемых на платформе, будут участвовать в ежедневных, еженедельных и ежемесячных розыгрышах джекпотов. Каждый пользователь, который имеет определенное количество юран на своем счету или пользователь, который имеет определенный ранг, имеет право на участие в розыгрыше джекпотов. Что ж, как я уже сказал, постоянное количество токенов будет сокращаться. Оно будет сжигаться внутри платформы от каждой транзакции. Токены юран, выпущенные во время ICO, являются единственными токенами, которые будут выпущены на платформе юран. И после ICO никаких дополнительных эмиссий токенов не будет. Итак, почему стоит же покупать эти токены? Во-первых, это ограниченное предложение, а следовательно, вы можете заработать на этом, когда токенов станет совсем мало. И вы будете единственным, кто владеет токеном. Разумеется, ваша цена токенов, скорее всего, будет достаточно большой. Будет постоянный спрос на токены, поскольку они требуются для поддержания жизнедеятельности платформы. Но их количество будет уменьшаться, поэтому платформе всегда нужно будет топливо. Розыгрыши джекпотов, о которых мы уже поговорили, вы сможете участвовать, если у вас будет на счету какое-то определенное количество юрана. Что ж, друзья, на этом первая часть обзора URANET подходит к концу. Во второй части мы немножко углубимся в проект и поговорим непосредственно о токене и деталях ICO. И подведем некоторые итоги. Субтитры создавал DimaTorzok